Это подкаст. Глава Чечни Рамзан Кадыров выдумал историю с покушением на его убийство, которое якобы пытались организовать российские депутаты. Об этом издании «Новая газета Европа» на условиях анонимности заявил высокопоставленный сотрудник в управлении ФСБ по республике. Напомню, предполагаемое покушение стало поводом для Кадырова пригрозить кровной местью сенатору и миллиардеру из Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы Резвану Курбанову, который тоже родом из Дагестана, и Бекхану Барахоеву из Ингушетии. По словам источника, при реальной угрозе поведение главы Чечни и его окружения резко меняется, но за последние месяцы никаких изменений в распорядке главы Чечни или усиления его охраны не было. Передуманную историю с заказом убийства сотрудник спецслужбы считает попыткой Кадырова вывести на переговоры своих противников в спорах вокруг крупнейшего российского маркетплейса в Валдберес. Кратко об истории конфликта. Сооснователь бизнеса Владислав Бакальчук попросил Рамзана Кадырова о помощи. Его супруга Татьяна, которая владеет почти всеми активами, не только подала на развод, но и решила объединить маркетплейс с небольшим оператором наружной рекламы «РУС», которым управляют близкие к сенатору Керимову люди. Кадыров пообещал, цитата, «вернуть женщину в семью» и «остановить слияние». В итоге это привело к перестрелке с участием кадыровцев в офисе Валдберес, смерти двух охранников родом из Ингушетии и напряженности между тремя северокавказскими республиками. Кремле отказались комментировать и борьбу за маркетплейс, и заявление Кадырова, хотя его высказывание кровной мести подпадает под уголовную статью об угрозе убийством. Она предусматривает до пяти лет колонии. Впрочем, если сначала было неясно, чью сторону в войне кавказских кланов примет Москва, сейчас заручиться поддержкой, вероятно, смог глава Чечни. Ему удалось обсудить ситуацию с президентом Владимиром Путиным, заявила журналистка телеканала «Дождь» Юлия Таратута со ссылкой на собственный и названный источник. Об этом же косвенно свидетельствует и поездка Рамзана Кадырова в столицу для участия в официальном приеме президента Объединенных Арабских Эмиратов. Она состоялась 20 октября. Там же он встретился и с руководителем администрации президента России Антоном Войно, который, по данным сайта Republic, способствовал слиянию Вайлдберрис и компаний РУС. Кадыров назвал встречу «очень содержательной», не уточняя, о каких именно вопросах идет речь. В тот же день на сайте государственного агентства «Грозный информ» появилось сообщение, что по поручению Путина Чечня получит полтора миллиарда рублей на социально-экономическое развитие. Куда именно пойдут эти деньги, сказать сложно. Как выяснили журналисты издания «Проект», бюджетные средства республики нередко обналичивают ради нужд семьи Кадырова. В инстаграме бывшего сенатора от Карачаева Черкесии Рауфа Рашукова, который вместе со своим отцом Раулем отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», появился пост с просьбой о помощи и извинениями перед Рамзаном Кадыровым. В нем Арашуков называет главу Чечни «дорогим старшим братом» и просит у него прощения за все ошибки, которые совершил. Следом бывший сенатор призывает помочь ему и его семье, ведь в сложившейся ситуации на это способен только Кадыров. Что стало причиной извинений и почему Арашуковым нужна помощь, до сих пор неизвестно. «Это было написано лично, собственноручно. Я передал через адвоката, чтобы опубликовали. Что касается извинений и причины обращения, это наше личное, и я не вижу ничего тут плохого, когда человек ошибается, признает свою ошибку и приносит свои извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком». Так, через адвоката, бывший сенатор Арашуков ответил на вопросы сотрудников сайта РБК. «Рауф Арашуков и Рамзан Кадыров дружили с 2007 года. Именно благодаря протекции главы Чечни через 9 лет тут занял должность в Совете Федерации», – писал РБК. Однако потом выяснилось, что Арашуков-младший якобы попытался сместить главу отделения Росавтодора и дальнего родственника Кадырова Руслана Лечхаджиева, чтобы поставить на этот пост своего человека. Ради этого сенатор инициировал проверку в организации. На этом дружба двух молодых российских политиков закончилась. Обращение Кадырову за помощью было сделано за неделю до рассмотрения в Верховном суде жалобы Арашуковых на приговор. Глава Чечни публично на этот пост так и не ответил. Заседание, которое планировалось на 23 октября, в итоге перенесли на 28. Пожизненный срок Рауль и Рауф Арашуковы получили в 2019 году за организацию двух убийств, избиение человека, растрату бюджета и создание преступного сообщества. Вероятно, просьба о помощи касается помилования и отправки на войну против Украины. В отличие от других колоний среди пожизненно осужденных, вербовка еще не велась. Как рассказал наша редакция, анонимный источник знакомой ситуации, окружение Арашукова уже несколько месяцев в разных мессенджерах говорит о возможности экс-сенатора собрать и оснастить целое подразделение из так называемых добровольцев, которых якобы уже насчитывается около полутора тысяч. Кадыров в этом плане нужен для того, чтобы президент Путин принял первое решение о помиловании пожизненно заключенного ради отправки на войну, считает председатель Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Получится ли у Рауфа Арашукова воплотить этот план в жизнь, предсказать сложно, учитывая, что сразу после публикации поста в Инстаграме на экс-сенатора завели новое уголовное дело о взятке, а соучастником следствие считает его адвоката. По официальной версии, Арашуков через юриста передал сотруднику колонии деньги за расширение прав в Черном Дельфине, например, почаще видеть родственников и выбирать себе сокамерников. По данным телеграм-канала Базы, речь идет о сумме в 3 миллиона рублей. Теперь, в дополнение к пожизненному сроку, бывшему сенатору грозит крупный штраф или лишение свободы от 8 до 15 лет. Соратники Рамзана Кадырова обкрадывают Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича с тех пор, как они получили контроль над предприятием. Об этом со ссылкой на документы и свидетельство властей, менеджеров и бизнесменов пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным журналистов, комбинат уже лишился производственной линии стоимостью 220 миллионов долларов. Ее отправили в Россию, так же, как и сотни тысяч тонн побочных продуктов переработки железа. По словам украинского мэра оккупированного Россией Мариуполя Вадима Бойченко, контейнеры, уголь и промышленные газы кадыровцы уже продали. Среди покупателей газа, например, числится российская госкорпорация Роскосмос. Окружение главы Чечни получило одно из крупнейших предприятий Украины летом прошлого года, когда эта часть страны перешла под контроль российской армии. Сначала совладельцем завода был Валет Корчагин, племянник чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Затем половину активов переоформили на Алаша Дадашева, это руководитель московского бойцовского клуба «Ахмат», который, по данным журналистов, связан с вице-премьером правительства Чечни Абузайдом Весмурадовым, уже упомянутым сенатором Геремеевым и депутатом Госдумы от республики Адамом Делимхановым. Как сказал в разговоре с нашей редакцией политолог Иван Преображенский, Мариупольский комбинат стал подарком Кадырову за его лояльность Владимиру Путину. Сейчас на въезде на территорию завода висит баннер с тремя портретами – президента России, так называемого главы сепаратистской ДНР Дениса Пушилина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными по формуле 95 на 95. Большая часть вернувшихся в Россию – срочники, захваченные при прорыве границы в Курской области. Судя по кадрам с пленными, которых везли на обмен, их опубликовал украинский проект «Хочу жить». Как минимум 22 человека – это срочники из Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Среди них также оказались четверо военных из чеченского Ахмата. Речь идет о 22-летнем Акрамане Масхабове, 28-летнем Саид Хамзате Тааиве и 30-летнем Руслане Махмудове. Все они служат в Ахмат, Чечня. 22-летний Магомед Амашев – уроженец Дагестана. На видеообмен он рассказал, что служил в чеченском подразделении «Север Ахмат». В качестве кого он туда попал – из его слов неясно. После операции украинских войск в Курской области чеченские власти отрицали, что среди пленных есть военные из Ахмата. Однако позже командир одноименного спецназа Аптея Лаудинов вынужден был это признать. «Он не только пристыдил военных за попадание в плен, но и призвал сделать все, чтобы их убили». Это цитата. Так как сдавшиеся якобы недостойны вызволения из плена. Именно поэтому сложно предугадать, что ждет уроженцев Чечни и Дагестана из последнего обмена на родине. Однако представитель Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев в разговоре с этим «Кавказ-реалии» признался, что не ожидает для них ничего хорошего. Честно сказать, я удивлен, что они вообще согласились идти обратно в Россию в качестве обмененных. В то же время, если они отказались бы, то это, конечно, очень тяжело. Если не сказать трагически, могло бы отразиться на жизни их близких родственников. Поэтому очень тяжелая их ожидает участь. Я думаю, их ждет очень плохая перспектива. Обвинения в адрес плененных военных в Чечне высказывают не первый раз. В апреле прошлого года глава республики упрекнул пятерых сотрудников подразделения «Северо-Ахмат» в недостаточной подготовке. Военным пришлось публично извиняться за плен и дать обещание вернуться на войну, чтобы доказать, что они не избегали боя. Где эти бойцы сейчас и живы ли они, неизвестно. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до этого момента. Если вы находитесь в безопасности, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Это очень поможет нам в работе. Подкасты выходят каждую неделю на всех аудиоплощадках, а также в Ютубе, Фейсбуке и Телеграме. Не пропустите новый выпуск. С вами была Александра Соколова. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...